Продолжение следует... Все-таки вы проявите свою активность, поставите лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны и, конечно же, нажмите на колокольчик и оставляйте много комментариев. И если я вас замечу, то обязательно вы попадете вот сюда. Да-да-да. А сегодня я покажу вам самые лучшие, самые популярные гадания с моего канала. Так, и первое у нас будет это волшебное гадание, которое исполнит любое желание. Конечно же, как всегда, используем любой листочек, любой пишущий предмет и просто отвечаем на вопросы. Не перелистываем, потому что именно в конце будет этого гадания крыться ответ. Сразу можете брать листочек и ручку и вместе со мной гадать. Будет гораздо интереснее. Первый вопрос. Какой цвет вам больше всего нравится? Красный, черный, голубой, зеленый, желтый? Я вместе с вами буду отвечать. Ощущаете ответ, который вот вам прямо сейчас кажется правильным? Мне почему-то сейчас кажется голубой. Так, второй вопрос. Первая буква вашего имени. Так, третий вопрос. Месяц рождения. Четвертый вопрос. Белый или черный? Именно сегодня у меня белый. Вообще-то был черный. Пятый вопрос. Напишите имя знакомого вашего пола. То есть, если вы парень, пишите имя вашего знакомого парня. А если вы девушка, то, соответственно, напишите имя знакомой. Так, на шестом вопросе напишите любое или любимое число от одного до десяти. Я напишу семь. Седьмой вопрос. Больше нравится летать или ездить? Я люблю ездить, летать я не люблю. Но вы, соответственно, отвечаете то, что вам ближе. Восьмой вопрос. Океан или озеро? Я не видела океан, я видела море. Сложный вопрос на самом деле. Все прекрасно. Но пусть будет океан. Девятый вопрос. Загадай число от одного до тридцати. Буду оригинально девять. Так, десятый вопрос. Загадай желание, которое ты хочешь, чтобы скоро исполнилось. Я загадала, но не буду его писать, так как это должно оставаться в секрете. Вы, конечно же, можете написать, так как вы делаете это для себя. Ну а сейчас слушайте внимательно, и вы узнаете все о себе и секрет исполнения этого желания. Первое. Если ты выбрал красный, у тебя много энергии, и твоя жизнь полна любви. Черный. Ты консервативен и агрессивен. Зеленый. Ты спокойный и не агрессивный. Голубой. Ты внезапен и любишь поцелуи и внимание человека, который тебя любит. Желтый. Ты очень счастливый человек и дашь хороший совет тем, кому плохо. Второе. Если первая буква твоего имени от А до К, у тебя много любви и дружбы в жизни. От Л до Р ты стараешься наслаждаться жизнью по максимуму, и в твоей любовной жизни скоро будет хороший поворот. От С до Я тебе нравится помогать другим, и твоя будущая любовная жизнь смотрится хорошо. Третье. Если вы родились от Января до Марта, год пройдет хорошо, и ты обнаружишь, что влюблен совершенно внезапно. От Апреля до Июня. У тебя будет сильный роман, который долго не продлится, но ставит воспоминания на всю жизнь. От Июля до Сентября. У тебя будет хороший год, и в твоей жизни произойдет очень важное глобальное изменение. От Октября до Декабря. Твоя любовная жизнь не так хороша, но в конце концов ты найдешь свою вторую половинку. Четвертое. Если ты выбрал черный, твоя жизнь изменится. Сначала это будет казаться сложным, но со временем ты будешь благодарен судьбе. Белый. У тебя есть друг, который полностью верит в тебя и сделает для тебя что угодно, но ты можешь этого не знать. Пятое. Это твой лучший друг. Шестое. Столько близких друзей у тебя будет за жизнь. Седьмое. Если ты выбрала летать, ты любишь приключения. Ездить ты не любишь изменений. Восьмое. Озеро. Ты предан друзьям и своей любви. Океан. Ты непредсказуем и любишь радовать людей. Девятое. Это твое счастливое число. И десятое. Это твое заветное желание. И оно обязательно исполнится, если это видео ты покажешь такому числу людей, какое ты указал в пункте 9. Обязательно пишите, есть ли у нас с вами какие-то совпадения, насколько мы с вами похожи. Я обязательно посмотрю, конечно же, ваши ответики и полайкаю. А у меня здесь небольшое ЧП, потому что... Вот что. Мама меня убьет! Следующее не менее популярное гадание на будущее. С помощью него вы сможете узнать, что же вас будет ожидать в определенный день. Я люблю это гадание за его точность и простоту. Сейчас я вам покажу этот простой пример. Ну а после уже значение, конечно же. Так что смотрите внимательно. Кто-то не всегда замечает значение и спрашивает. Каждую повторяющуюся букву мы пишем под буквами, потому что так будет удобнее. И вот вам пример. Допустим, вы Мария Иванова Ивановна. Пишем. Ага, пишем. Классно, мы пишем. Мария Иванова. И у нас уже есть, значит, и пишем под ИВ. И, В, В нету. И, Ва, Но, Ва. Видите, как писать надо. И, Ва, Но, В, На. На самом деле все очень просто. Просто пишем повторяющиеся буквы под буквами. Если буквы не повторяются, мы их продолжаем здесь. Мария Иванова Ивановна интересуется, что я будет ожидать 5 июня. 5 июня. То есть не склоняем. Даже если получится так, что вы случайно напишите повторяющуюся букву здесь, в продолжении ничего страшного, вы потом это заметите, когда будете вычеркивать. И начинаем вычеркивать по 2 одинаковые буквы. И после этого мы считаем оставшиеся буквы. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас получилась цифра 7. И мы смотрим результат. Тоска. Какая-то тоска будет. Значит, у Марии Ивановой Ивановной не получится сдать экзамен. Она будет очень тосковать. Так, если получится, что у вас число больше 7, это от 10, то мы просто прибавляем первую, вторую цифру. Ну, в общем-то, все как всегда. Если 12 выпало, то ставим между ними плюсы, получается 3 и так далее. И мы смотрим ответы. 0. Неизвестно. 1. Хорошее настроение. 2. Проблемы. 3. Дорога. 4. Новость. 5. Интерес. 6. Встреча. 7. Тоска. 8. Любовь. 9. Измена. Следующее не менее популярное гадание, чем предыдущие два, это, конечно же, гадание на любовь. Сегодня у нас разнообразные гадания. Сначала на желание, потом на будущее, а сейчас уже на любовь. Тоже ничуть не сложное, очень даже простое. Это гадание поможет вам узнать, что вас будет ожидать с загаданным человеком, когда вам просто интересно, что вас будет ожидать в будущем, ну или когда у вас пока что все так неизвестно и вы хотите разобраться. Это гадание, в принципе, ничем не отличается от предыдущего. Действия примерно те же. Сначала вы пишете имя и фамилии свои, а потом своего любимого, интересующего у вас человека. Надель Элф пишу сюда, мягкого знака нет, сюда. И, допустим, Дмитрий Билан, ладно. Дмитрий Билан, ладно. Просто повторяющиеся буквы пишем под повторяющимися буквами. После вычеркиваем две одинаковые. И теперь считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Получилось девять букв. Ну и также по той же схеме, если у вас выпадет больше, чем девять, то мы просто, если десять, прибавляем первое плюс второе число, равно один. И уже смотрим результат. И сейчас ответики. Один. У вашей пары большое будущее. Большое до того, что вы сможете стать мужем и женой. Два. Не стоит тратить время на эти отношения, потому что вы совершенно разные. Три. Это просто мимолетное влечение. Наслаждайтесь этим счастьем, пока оно есть. Четыре. Он любит вас. А вот любите ли вы его? Задайте себе этот вопрос. Пять. У вас не бескорыстные отношения, поэтому вместе вы не будете. Номер шесть. Вы буквально созданы друг для друга. Семь. В дальнейшем вы останетесь просто друзьями. Восемь. Вы любите и любимы. Девять. Вы идеально подходите друг другу, но сохранить такое чувство очень непросто. Спасибо большое, что смотрели это видео до конца. Обязательно рассказывайте о своих любимых гаданиях на бумаге. И если таких еще не было на канале, я обязательно покажу это в ролике. И расскажу, конечно, кто мне подсказал эту идею. Не забывайте о моих социальных сетях. Ссылочки под этим видео в описании. Смотрите обязательно другие мои ролики. Особенно у меня есть плейлист с гаданиями. Там вы можете просто обгадаться. Ну и до скорых встреч, мои дорогие волшебники и новые зрители. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok